Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Снимать сюжеты в бронежилетах непросто. Почему приходится учиться журналистам телеканала Югра, отправившись работать в зону СВО? Сколько нужно пробежать и подтянуться, чтобы получить заветный значок? Югра принимает финал всероссийского фестиваля ГТО среди студентов. В помощь ветер и солнце. Двое смелых югорчан отправились в большое путешествие под парусом. Их ждут водные просторы Сибири и Арктики. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, получившие инвалидность из-за военной травмы, получат специальные автомобили. Соответствующее поручение Департаменту социального развития региона дала губернатор Наталья Комарова во время встречи с ветеранами боевых действий. Такие машины включат в перечень технических средств реабилитации. Кроме того, в мероприятии принял участие военный прокурор Владимир Дедков. Он, в свою очередь, пояснил, по какому принципу для военнослужащих предоставляют отпуск. Также Наталья Комарова подписала окружной закон о получении земельного участка. Такой мерой поддержки могут воспользоваться участники специальной военной операции, а также члены их семей. Кроме того, Наталья Комарова вручила благодарственные письма добровольцам формирования БАРС. Здесь и сейчас определиться в том, что можно еще предпринять и нужно еще предпринять для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, защищенными под вниманием государства. Мы, как правило, связываемся в обязательном порядке с военнослужащим, потому что мы должны, обязаны выслушать его воле и изъявления, если родственники обозначают проблемы, которые касаются конкретного военнослужащия. Выясняем, разбираемся. Конечно, есть обращение по затяжному непредоставлению отпуска, очередного отпуска, о чем сегодня на встрече говорилось. Отпуска предоставляют в соответствии с оперативно-тактической обстановкой в конкретном военском подразделении. И понятное дело, что в текущих реалиях, все знают, в чем они заключаются, отправить 50% мобилизованных, или сколько, 150 тысяч домой, и, к сожалению, нет возможности. При этом я знаю, что большинство командиров действительно успели предоставить данные отпуска, но мы какие-то отдельные допустили упущения. Для этого, для соблюдения прав участников специальной операции, именно там, на местах выполнения задач, струбирована военная прокуратура объединенной группировки войск. В зоне специальной военной операции на постоянной основе теперь работают сотрудники телекомпании «Югра». Они действуют под эгидой гуманитарного корпуса, освещают его работу, а также выезжают к бойцам Центрального военного округа. Накануне в Ханты-Мансийск вернулся Владимир Меркушев, журналист, который первым отправился на ротацию. Как ему приходилось работать на новом месте, расскажем в следующем материале. Три недели работы и несколько часов отснятого материала. Таковы официальные итоги поездки. А еще это десятки запечатленных судеб, взятых интервью бойцов и офицеров, главным образом югорчан, и простых жителей, взрослых и детей, для многих из которых война и обстрелы – обычный фон жизни. Дети с самого рождения ничего другого не видели. А когда война началась, что делали? Я сидел в доме. Не в подвале, просто дома был. Ну и когда были прияты, я в подвале был. До начала спецоперации у Владимира уже был опыт работы на Донбассе с гуманитарной миссией. Во многом поэтому он и отправился туда первым. Тем не менее, к некоторым вещам все равно нужно было адаптироваться. Страшно было два раза, когда начинала работать артиллерия, и ты не совсем понимаешь, что происходит. Вот возникает такое чувство страха, ты начинаешь разговаривать со старшим, и ты понимаешь, что на каждое действие противника есть определенный план, и когда ты этот план знаешь, то там страх проходит, ты понимаешь, что тебе нужно делать, если будет какая-то критическая ситуация. Иногда к месту съемок приходилось забираться в обстановке, приближенной к боевой. То есть бегом, хотя и без полной выкладки. В этом плане для журналистов постарались организовать максимально, насколько это возможно, комфортные условия. Югра купила хорошие бронежилеты, удобные. В них не чувствуешь там прям большую тяжесть, бегать только тяжело, а все остальное чувствуешь себя комфортно. С чем там действительно тяжело, так это с логистикой. Довольно часто сотрудникам телекомпании приходилось вставать в 5 утра, чтобы к 10 добраться до места съемок. А отработав несколько часов, столько же ехать обратно. Однако к постоянной дороге быстро привыкаешь. Главное, чтобы было соблюдено одно немаловажное условие. Самое важное, чтобы человек, с которым ты едешь, чтобы тебе было с ним комфортно работать. Потому что практически каждый день по 10 часов находишься с ним в одном замке, в пространстве. Это такая же, наверное, история какая-то, как у космонавтов, которые там на орбите. Поэтому очень важно, чтобы люди были профессиональные и в плане психологическом устойчивыми. Ко всем неудобствам журналистам придется приспособиться. Ведь главная цель таких поездок – как можно больше показать быту и работу бойцов, югорчан и не только, которые мужественно исполняют свой долг на передовой. А при виде наших журналистов радуются возможности отправить привет родным. Кстати, все они выходят на телеграм-канале «Игра солдату». Хотелось показать, что вчерашние люди, которые работали инженерами или даже учителями, здесь, сейчас выполняют очень тяжелые боевые задачи. Хотелось показать, что каждый из них герой. Такая поездка – отличная школа. Не только для гражданина, но и журналиста, считает Владимир. Во всяком случае, лично его она научила многому. Научился монтировать, работать в программе «Премьер». До этого никогда не работал. Научился работать с небольшими камерами, с радиомикрофонами. Научился ездить на «Ниве». Еще не по бездорожью, но уже как бы близко к бездорожью. И стирать в машинке полуавтомат. В командировку в зону СВО от телекомпании «Югра» поедут только добровольцы, журналисты и телеоператоры. Продлится каждая такая поездка две недели. В «Югре» стартовала семейная неделя добра. С сегодняшнего дня до 9 июля во всех муниципалитетах округа пройдут благотворительные и волонтерские акции. Например, югорчане смогут стать добрыми почтальонами для одиноких пожилых людей. Родители вместе с детьми могут написать письма одиноким бабушкам и дедушкам или нарисовать для них добрые рисунки. Далее конверты отправятся к своим получателям, которые проживают в домах-интернатах или социальных квартирах. Также волонтеры приглашают жителей региона к участию в семейных субботниках. Их можно организовать самостоятельно, либо присоединиться к эко-движению в своем городе. Отмечу, что в этом году «Югра» проведет три недели добра – семейную, студенческую и новогоднюю. В прошлом году участниками всех трех недель стали 113 тысяч человек. Профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники госавтоинспекции. В самом большом городе Югры-Сургуте за порядком на дорогах следят 200 полицейских. Этот же состав с начала года пресек почти 30 тысяч правонарушений. А еще дорожные инспекторы помогают коллегам раскрывать преступления и обучают детей. В чем секрет этой разносторонней профессии, узнала Екатерина Нефедова. Всегда здоровые сотрудники и безупречно чистые машины. Этот принцип работы госавтоинспекции не изменен со времен основания службы. Рабочий день полицейских начинается с осмотра медикам и диалога с механиком. А вот чем закончится, угадать сложно. Иногда ни одного протокола за смену, а иногда и сотрудникам других ведомств приходится помогать. Мы все полиция, мы все занимаемся одним общим делом. И, соответственно, когда что-то где-то происходит, мы, как сотрудники госавтоинспекции, реагируем непосредственно на самые первые. Мы наружные службы, и мы самые первые на это реагируем и должны реагировать, чтобы пресекать административные как административные правонарушения, так и преступления. Сотруднику госавтоинспекции необходимо быть физически крепким, сильным духом и подкованным в психологии. Эти навыки помогают предотвращать правонарушения. Как у меня было из опыта. Остановишь транспортное средство, человеку сразу видно. Он либо что-то переживает, что-то недоговаривает. Везет себя неестественным образом. Человек, который просто, вот я скрывать нечего, грубо говоря, да, остановил, документы проверил, он улыбнулся, поздоровался, или сильно торопится куда-то, да, он просто показал, я все быстро проверил, отпустил человека. А которому человеку есть что скрывать, он начинает очень нервничать. Добрую традицию советского милиционера дяди Степы продолжают и сейчас. Сотрудники сургутской госавтоинспекции постоянно встречаются с юными участниками дорожного движения. За каждым полицейским закреплена образовательная организация, чтобы все дети города знали правила, которые могут сохранить жизнь. Сотрудники госавтоинспекции посещают как дошкольные учреждения, школы города, сургута, другие образовательные организации, общие образовательные организации города. Проводят с детьми различные встречи. Детям очень нравится встречаться с сотрудниками полиции. Они считают эту профессию, так же, в принципе, как и мы, очень престижной и интересной. Согласны с мнением юных горожан и взрослые автолюбители. У них много обязанностей. Они защищают от нарушений, от нарушителей. Помогают во многом. Поэтому с праздником их. Что они нас защищают, следят за порядком. За то, что они хорошие люди. Кто-то должен за порядком смотреть на дорогу. Без них-то вообще будет тогда, как в лесу. Поэтому к ним уважительно отношусь. Уважаю. А за что? За то, что создают порядок на своем рабочем месте, на дороге. Безопасность. Прежде всего, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Сплоченный коллектив госавтоинспекции играет важную роль в предотвращении правонарушений. По словам самих полицейских, с коллегами они не только работают, а тренируются и встречают вместе праздники. А еще много дежурят. Даже руководящий состав. Екатерина Нефедова, Вячеслав Шаркунов, телерадио компания «Югра», Сургут. Югорская флотилия устроила дефиле для жителей Ханты-Мансийска. Накануне в столице Югры, в день работников морского и речного флота, состоялся парад судов. Более 20 теплоходов прошли по РТШ в районе речного вокзала. На Линдах и Метеорах в Югре ежегодно путешествует около 300 тысяч человек. По рекам округа можно добраться до 120 населенных пунктов. В регионе работают более 30 водных линий. Их протяженность составляет более 5,5 тысяч километров. Кроме того, в этом году планируется приобрести два новых «Метеора». Они начнут курсировать в 2024-м. Это позволит открыть новый маршрут Ханты-Мансийск-Березово. А два новых теплохода «Валдай» уже перевозят югорчан по маршрутам Ханты-Мансийск-Сургут-Банны и Ханты-Мансийск-Нялина. На этих судах есть места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, для пассажиров предусмотрено питание и доступ к Wi-Fi. В этом году посмотреть на парад судов пришли сотни югорчан, среди которых есть и ветераны речного флота. В общей сложности 56 лет. Начал с 15 лет речное училище. Сразу по специальности по путейской. То есть занимался изысканиями. Ремонт рек, открытие новых рек, новых судовых ходов. Этим занимался до 1985 года, пока сюда не переехал. Но здесь еще 10 лет тоже на изысканиях. Потом перешел к капитанам. И капитан уже отработал до пенсии. То есть еще 20 лет. Сегодня тримаран «Рикитор» под управлением югорчан Ильдара Мухарашева и Тараса Господинка отправился в большую экспедицию до Санкт-Петербурга. Более 3000 морских миль экипаж преодолеет с помощью зеленой энергии, то есть без топлива. Как провожали экстремалов в экспедицию и какой урон тримарану нанесла нечаянная гроза, расскажем в следующем сюжете. Зеленая экспедиция до Санкт-Петербурга началась, но вот поднять паруса вовремя не дала гроза. В день отправки разбушевалась непогода и молния вывела из строя тримаран. Небесный разряд угодил в контроллер ветрогенератора и на какое-то время поставил судьбу экспедиции под вопрос. Мы собирались выходить на воду для того, чтобы проверить парусное вооружение. Ну, как себя будет вести мачта, но поняли, что по прогнозу ничего не было. Прогноз был полностью спокойная, ясная погода. Эта тучка штормовая прилетела из ниоткуда. Мы находились в этот момент в трюме и раздался щелчок, пошел дымок и это оказался контроллер ветрогенератора. Очень важный для нас элемент на нашем судне, потому что экспедиция зеленая и любой источник энергии, он критически важен. Но такой сценарий никак не повлиял на настрой дуэта смельчаков. Наоборот, взбодрил. Заставил еще раз сконцентрироваться на всех мельчайших деталях, так как именно из них складывается пазл успешной экспедиции. Мы эту экспедицию готовим третий год. То есть после последней нашей экспедиции с Шантарских островов прошел уже продолжительный период времени. И все это время длилась подготовка. Подготовка и смыслов, и лодки, и всего остального. Семья все это время находится рядом. Немалый вклад в это путешествие внесли и семьи ребят. Пока Ильдар и Тарас занимались техническим оснащением Тримарана, мамы и жены собирали их в дорогу. И это не только еда. Несколько недель они общими усилиями шили тент для Тримарана. Нестандартная совершенно ситуация. Ни одна портниха, ни один портной не согласился это делать. И пришлось все делать самим, своими машинками, своими силами. Постоянно пришлось выкраивать, подкраивать, измерять. Очень сложно. Очень, очень устали от шитья тента. И вчера только с Олей разговаривали и выяснили. Она говорит, я палец проколола и прям кровь оставила на тенте. Я говорю, слушай, я тоже. У нас есть прям две меточки, где есть наша кровь. Еду подбирали такую, что часть готовится самостоятельно на горелке газовой. Часть сублимированная, которую можно кипятком заварить. Часть уже готовые продукты, которые нужно разогреть. Рассчитывали по дням, по количеству порций. И предусмотрели всякие вкусняшки, сухофрукты, орехи, чтобы было меню очень разнообразным, чтобы не надоело и хватило надолго. Друзья, в свою очередь, отвечали за контент. Общими усилиями они заполняли жесткие диски фильмами, подкастами, книгами, играми. В общем, делали все, чтобы два месяца экспедиции прошли для Ильдара и Тараса незаметно. Сегодня утром я ребятам скачивал всякие сериалы, фильмы и книги для того, чтобы они могли как-то скоротать время, потому что два месяца, конечно, серьезный срок. Я бы на такое не согласился, но они такие смелые ребята. Они и в работе смелые, и здесь смелые. Во время экспедиции Ильдар и Тарас присоединятся к всероссийскому проекту «Урок из океана». Они на примере своего опыта расскажут школьникам о зеленой энергии, насколько это сложно без дизельного топлива преодолеть 3000 морских миль. Проводить ребят прилетела и организатор данного проекта Юлия Калюжная. Она перед отправкой и сама опробовала зеленую энергию Тримарана. Это прекрасная идея, на самом деле уникальная на сегодняшний день для России. И то, что мы предполагаем должно получиться, ну это, конечно, такая должна быть очень географическая бомба. Особенно для детей, особенно те, кто сегодня изучает географию, которые хотят быть исследователями или путешественниками. 3 июля Тримаран Рики Тор под управлением Ильдара Мухарашева и Тараса Господинка отправился в путь. Впереди их ждет два месяца странствий по водным просторам Сибири и Арктики. За это время они проведут исследования в области солнечной генерации и ветрогенерации энергии в экспедиционных условиях. Дмитрий Пришвицин, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Кантеменсийск. Югорские пловцы завоевали две медали на втором этапе Кубка страны. Эти соревнования завершились в Обнинске. В первый соревновательный день отличилась Лада Брагина. Наша спортсменка завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров бетерфляем. На следующий день на третью ступень педестала почета поднялась вартовчанка Елизавета Агапитова, завоевав медаль на дистанции 50 метров на спине. Сборной «Югры» на этих стартах представили 11 спортсменов. Уже завтра в Иркутске начнется третий этап Кубка России. «Югра» принимает финал Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов. Молодые спортсмены соревнуются в умении стрелять из лазерной винтовки, быстро бегать и подтягиваться на перекладине. Подробнее в репортаже с места события расскажет наш корреспондент Василий Сысоев. В Кантамансийске полным ходом идет третий этап Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне» среди студентов вузов. Фестиваль ГТО собрал 351 участника из разных уголков страны. Это 39 команд. Сегодня молодые люди соревнуются в трех видах дисциплин. Это стрельба из положения сидя, подтягивания на высокой перекладине для юношей и сгибания-разгибания рук, ну то есть отжимания в упоре лежа для девушек. Здесь отжимаются девушки, это очень сложно, да, это правда, даже парням бывает сложно, но, как видите, они справляются и норматив у них очень даже большой. На самом деле, это одна из моих любимых дисциплин в ГТО. Я тренировалась, отжималась сама до этого, поэтому мне не было очень тяжело. Нужно обязательно коснуться специального приспособления и на полсекунды выпрямить руки, и тогда засчитают вам повторение. Расскажи, какой норматив, сколько нужно отжаться? Насколько я помню, золото 18 раз. 18 раз, сколько отжалось? 61. Самое главное здесь, как по мне, это самообладание. Нужно попытаться максимально успокоить свои нервы, и далеко не все с этим справляются. Когда у тебя не получается что-либо на пристрелке, или при первых попытках очень тяжело потом сохранить хладнокровие и продолжить действовать намеченному плану. Но здесь очень сильно решает психология. Если стрелять пулькой, стрельба совершенно другая. Это более, скажем, сложный вид, потому что здесь стреляют они с открытого прицела. Это, скажем так, прицел боевого оружия. То есть такой же прицел стоит на автомате Калашникова, на винтовках и так далее, и тому подобное. Здесь более сложная система совмещения стрельбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участвую второй раз. В том году были в Грозном. Занял восьмое место. И очень классно, конечно. Сейчас сделали подтягивание. В принципе, судьи отличные. Инструктаж провели. Сейчас отстрелялись. Настрелял 42. Тоже не очень хорошо, конечно. Но все классно, конечно. Впереди студентов ждут забеги на короткую 60 метров и длинную 3 километра дистанции. В финальный день участников ждет гонка ГТО. Команда, занявшая первое место в общем зачете по сумме очков, получит переходящий кубок Всероссийского фестиваля. Ну и все, кто выполнил спортно-армативы, получат заветные значки. Василий Сысуев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Марафонцы помогают детям. В этом году участники «Икс-Вотерс Югра» открыли денежный сбор для покупки протеза кисти. Его стоимость 235 тысяч рублей. В таком дорогостоящем оборудовании нуждается Александра Андреева из города Королева Московской области. Сбор средств для юной пловчейки запустили участники ультрамарафона. 15 июля они преодолеют 54 километра и проплывут по двум крупнейшим рекам Сибири. Их заплыв начнется по Иртышу от моста «Красный дракон» в Ханты-Мансийске, а завершится на обе в селе Богдашко. В этом году впервые на эту дистанцию могут заявиться дуэты, то есть преодолеть 54 километра пополам. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». На самом деле я даже хотела бы всем своим знакомым и будущим абитуриентам показать, что на своем примере, на примере наших студентов очень успешных, что в НВГУ, несмотря на то, что мы находимся в глубинке, как многие говорят, здесь очень круто. Здесь студенческая жизнь кипит, научная деятельность процветает, достижения получаются и образование очень хорошего уровня. За четыре года учебы девушка неоднократно становилась победительницей различных конкурсов. Дважды была обладательницей гранта-ректора, что наряду с отличной учебой и привело Анастасию к золотой медали. Я скажу, что это мое единственное пожелание, чтобы ваш диплом был неким таким вот сувениром в рамочке или на полочке. Одним из девизов сегодняшнего образования является не образование на всю жизнь, а образование через всю жизнь. То есть учиться нужно будет непрерывно. Поэтому мы ждем вас снова в нашей магистратуре, в нашей аспирантуре. Мы вручаем вам высшую награду, выпускнику, награду нашего университета, медаль за отличие в учебе, в науке и в общественной деятельности. И пусть эта награда будет для вас первым началом вашей будущей профессиональной деятельности. Наука и спорт, волонтерство и творчество, студенческая жизнь в НФГУ действительно разнообразная. И каждый здесь может найти возможность для самореализации. А поощрять своих лучших выпускников давно стало доброй традицией для старейшего вуза Югры.